Нидерланды, мне кажется, это самая простая страна, где ты можешь открыть ИП, да, это ИП, либо частное предпринимательство. В Голландии это называется как Эйманзак, это стоит, по-моему, 10 минут вашего времени. Окей, по интернету. Да, вы по интернету регистрируетесь, потом вы приходите в этот зал Кафе Ка, там, что там, Камерафан Коупхандл, как-то так, что-то так называется, я могу ошибаться, но Кафе Ка, ее сокращенная штука. И уже через, там, 10-15 минут, когда вы заполняете там все артикли, в какой деятельности вы хотите развиваться, там можно разные называть ответвления профессии. И потом вам выдают папку, и все, ты частный предприниматель, то есть, как бы все, открываешь шампанское. Это несложно, правда, это стоит 40 или 50 евро, надо смотреть, там же как-то немножко меняется. И я буквально, да, наверное, где-то уже 2 года у меня открыто ИП, в первый год я еще не открывала, тогда я еще немножко адаптировала. Плюс у меня вот эти разъезды в театр, в театр, да, там, Москвы и Питера. И открыла я это ИП, ну и все, потихоньку потом начинаешь вникать в систему, потому что нелегально здесь работать неправильно. Здесь вся система устроена на то, что ты платишь налоги, ты законопослушный гражданин, ты изучаешь эту систему, а без этого ты не сможешь, ты будешь, как бы, этой системой выкинут тоже. То есть, твоя задача понять правила игры и в этих правилах просто немножко, да, функционировать, начинать потихоньку. Не все сразу, потому что все сразу хотят кучу клиентов, кучу, там, заслуг, но, например, без этого кафка даже нельзя сняться в хорошем, тоже, кино, там, или еще где-то. Поэтому это очень хорошо просто иметь свое частное предпринимательство, и ты являешься вот этой компанией, даже если у тебя нет этих наемных рабочих, и ты сам курируешь все свои проекты. Даша, расскажи, пожалуйста, получается, что ты, вы собирались уже здесь жить вместе, ты должна была приехать по визе невесты, и какие у тебя были шаги? Хорошо, я постараюсь вспомнить. Я начала язык, да, как-то учить? Да, я не обещаю, что я вспомню все, потому что очень много этапов после тоже нужно, например, для получения паспорта, вот. Но по поводу того, чтобы получить визу, тебе, да, нужно сдать экзамен А1, его можно сдать в посольстве, в Москве это на Арбате, у них есть свое посольство Нидерландов. И первый этап языка ты учишь дома, сам, ну, можно, наверное, с кем-то из учителей, но можно и самостоятельно. Там не очень сложно, особенно если ты учил английский, если ты учил какой-то язык, то тебе не будет сложно, правда. Там звуки, какие-то очень простые слова, и достаточно увлекательно. Тоже есть один из экзаменов, это на знание культуры, например. Ты, смотря эти ролики, ты уже немножко погружаешься, куда тебе вообще предстоит приехать-то вообще и куда жизнь свою направить. Это очень необычно. Вот, также вот, как я сказала немножко ранее, нужно прикрепить историю отношений, то, что ваша история неэффективная, то, что вы путешествовали, там, виделись друг с другом и так далее. Билеты, ваши фотографии, вот, то есть вот это точно нужно. Остальное, там, справку о том, что ты не замужем в России, какие-то, там, паспорт, свидетельство о рождении, вот эти вот, да, стандартные, так сказать, документы. И сколько ты здесь уже прожила? В феврале 21 года исполнилось 3 года, как я здесь живу, что символизирует то, что если у меня сдан экзамен, следующий уже инбюрхен экзамен, то можно уже претендовать на паспорт, имея при этом момент регистрации отношений со своим партнером. Это может быть как официальный брак, а может быть как регистрация отношений, потому что в Голландии есть 3 разных форма брака. Это вот первая стадия, да, когда вы просто партнеры зарегистрированные, которые живете вместе. Следующая форма – это регистрация ваших отношений, которая более такая серьезная, я не знаю, не помню точно, чем отличается. И третья – это такая вот уже брак, когда все там имущество, все вместе, и это как форма сам серьезная. Так, получается, как гражданский брак, вторая ступень, как гражданский брак. Да, я думаю, это да, и это очень хорошая аналогия, да, правильно. К гражданский брак, а потом это вот… А потом уже все, причитать паспорт, и все уже, все вместе ваше, нажитое. Ну, мы вот приходим сейчас к той черте, когда у нас как раз уже следующий этап, да, то есть регистрация наших отношений, и это очень такой трогательный момент. Как это будет выглядеть? Вы пойдете вместе, вы пригласите друзей? Ну, потому что, знаете, пандемия накладывает сейчас свои отпечатки, поэтому мы… У тебя будет красивая маска невесты. Ну, что-то такое точно будет. Мы пробуем найти какие-то пути интересные, как это можно разнообразить, как это сделать интересно в данных моментах, потому что карантин продолжается, да, то есть локдаун строгий в Нидерландах, то есть моя семья будет по лайв-трансляции смотреть, например, нашу регистрацию, вот. Но мы не переживаем, потому что у нас точно будет настоящая свадьба чуть позже, огромная такая, классная уже, с кучей гостей, там, с друзьями из России, потому что у меня прям список ребят, которые хотят приехать. Также мой молодой человек хочет команду футбольную позвать, ну, то есть об этом мы думаем немножко позже, когда успокоится ситуация с вот пандемией, вот. Ну, а в целом, да, вот эти документы нужны для самого начала, если у вас партнер нидерландец, вот. И, да, ничего сложного тут нет, главное желание, когда движет тобой любовь, то что же может остановить? Так красиво, Даша, расскажи, пожалуйста, когда ты переехала, ты же понимала, что тебе все надо строить частично, заново, да? То есть у тебя остались контракты в России или как у тебя все это случилось? Да, у меня остались контракты в России, в Петербурге, например, с театром ЛДМ, я играла Ольгу Ларину в мюзикле «Онегин», плюс у меня был контракт с мюзиклом «Стиляги», потому что я прошла как раз, когда переезжала, я прошла кастинг в мюзикл «Стиляги» в Театре нации. И еще другие контракты, еще плюс съемки в кино, то есть у меня были завязки очень такие плотные, потому что около 10 лет я плотно занималась этой карьерой в Москве и в Петербурге. И до пандемии я летала каждые 2-3 месяца, то есть я жила в самолетах, я знала как расписание рейсов, и это было классно, потому что я даже, знаете, как вот не почувствовала депрессии после переезда, то есть у меня жизнь была очень активная, классная, но также параллельно я здесь, на вот этом драйве-вайбе, я продолжала знакомиться здесь с людьми, завязывать контакты, наверное, что мне очень помогло адаптироваться и не переживать, потому что очень многие девушки испытывают депрессию, ненужность обществу, какой-то аутсайдерский такой момент, но хочется сказать, что если есть возможность, да, ну сейчас в пандемии нет, но раньше летать, то почему бы нет, потому что очень вообще мир открыт разным возможностям, и из-за пандемии я могу сказать, что как раз-таки я интегрировалась гораздо больше, я очень благодарна за это, потому что... Вот, кстати, как для тебя это прошло, да, потому что у тебя же работа, ты должна физически играть в театре. Да, да, да. Как у тебя это сложилось в пандемию здесь, когда нельзя было выезжать вообще совсем? Да, у меня до сих пор есть контракт с театром нации тоже, да, и мюзикл с Теляги, ребята меня ждут, но в мюзикле такая система, что у тебя всегда есть другой человек на твоей роли, и моей напарнице приходится не просто, но я очень благодарна ей, что она понимает ситуацию и выручает полностью, да, то есть это очень классно. Что говорить дальше, конечно же, я скучаю по родине, конечно же, я скучаю по тому лайфстайлу, когда ты очень мобилен, и ты можешь полететь в любой момент и чувствовать свободно себя. Вот что самое печальное, что тебе отрезали немножко крылья, твою свободу, вот эта птица Феникс, понимаешь, она немножко как бы, где же моя вот эта вот легкость и полет, да, вот я, конечно же, немножко переживала, да, из-за этого, но вот этот момент дал буст и вот этот драйв рождению другого проекта, музыкального проекта Дарья Зу, мы стали реализовывать мою музыку с нидерландским продюсером на всех музыкальных площадках, то есть мои первые песни вот вышли как раз в пандемию, мы начали с кавера знаменитой песни Girls Just Wanna Have Fun, чтобы дать драйв вот этот дай настрой. Можешь напеть, пожалуйста, ребята, лайки дашь? Хорошо, хорошо, конечно. Я в первый раз такая невероятная гостья у нас на канале. Получается, у тебя уже, ты перешла на более дистанционные какие-то проекты, у тебя открылась твоя школа вокала, да, работа над голосом, и как-то это произошло? Преподавание, это отдельная прям веха в моей жизни. Преподавать я начала тоже в Москве в 15-м году, то есть сейчас уже вот, да, 6 лет, как я преподаю. В начале это было вот тет-а-тет с человеком, я прошла все фазы вот этого момента преподавания, когда ты и индивидуально с учеником, и с учеником, малышом-студентом 3-х лет, потом с пожилым дедушкой нидерландцем в 65-м, то есть у меня очень разный такой вообще спектр был студентов. Потом были группы тоже еще в Москве, да, там мастер-классы, в студии артист, в театре Буф, в общем, я давала такие большие мастер-классы. Потом я делала музыкальную гостиную для своих учеников, друзей, артистов, я просто собиралась их в лофте, и мы джемили, и таких мероприятий не очень много в Москве, и мне очень нравился такой формат. Потом я стала это делать здесь тоже, я нашла наши русские комьюнити, и мы здесь с Машей из Амстердама онборд делали очень много вокальных гостиных, в больших домах собирались в Амстердаме, и там с девчонками вместе звучали, пели, распевались, то есть это были чудесные такие прекрасные, уютные моменты. Вот, и этим я занималась вот с самого начала, когда я здесь стала жить, мастер-класс я давала и в Гронингене, это север Нидерландов, и в Амстердаме, и потом стали обо мне тоже люди узнавать, я стала развивать свой Инстаграм и Фейсбук тоже, и потихонечку-потихонечку так появляться стали у меня клиенты, студенты, и сейчас у меня в основном все студенты из Ранстад, Ранстад это самые главные города в Нидерландах. Пандемия, конечно же, наложила отпечаток, мне сложно было выходить, да, онлайн, нас всех закрыли, и я продолжала углубляться в тему онлайн-встречи, занятий тет-а-тет, и также групп. Благодаря пандемии тоже спасибо ей, я создала классный проект аналогов, которому нет вообще, это авторский проект голландский через музыку, всем девчонкам нашим славянским, кто учит нидерландский, очень сложно вот это вот фонетическое пространство. Произношение, постановка челюсти, вот эти звуки, храктон, вот это, да, когда х, да, и я начинаю девчонкам помогать их любить, вот эти звуки, да, там, ахтон тахтых халимахтых храктон, да. Девчонкам сложно вообще вот эту вот часть разрабатывать. Очень сложно, да, прям боюсь этого. Да, через, не переживай, через фан, через музыку, знаете, когда ты не сидишь и грамматику мучаешь, а ты реально разбираешь каждую неделю новую песню, вот завтра мы будем разбирать песню Афонт, Это вообще песня наших отношений с моим молодым человеком, она такая мелодичная, такая приятная, и мы берем как раз ту музыку, которая на радио, которая на слуху, И иногда какие-то тоже вспышки из прошлого, но они до сих пор там, например, в барах звучат, или какие-то сейчас вот мероприятия, которые как вот заменяют нам бары, пока локдаун, и это очень классно, потому что такой очень легкий способ, плюс мы отрабатываем фонетику, прям ставим артикуляцию на примерах, да, каких-то вот специальных, да, там, слов, словосочетаний и так далее, В общем, куча у меня материалов, я очень радуюсь этому проекту, и к нему можно присоединиться, тоже сайт я тебе пришлю, заявку можно оставить, вот, И также групповые занятия стала я больше и больше делать благодаря пандемии, например, там, актерская мастерская в рамках клуба Grand Crew, тоже это, который делает Маша из Amsterdam On Board, В общем, знаете, вот эти все контакты, которые были заложены в начале, моего пути здесь, они сейчас начали больше и больше расцветать, и это большое удовольствие. Скажи, Даша, пожалуйста, правильно ли я понимаю, что ты советуешь творческим людям, вот, даже еще до приезда, искать здесь контакты, даже если ты еще не знаешь местного языка, но хотя бы как-то где-то начинать, начинать сразу, сразу, сразу. Конечно, в Нидерландах вообще тут очень много людей говорят на английском, и вообще весь Ранстадт говорит на английском, тебе голландский даже не нужен, и когда я приезжала сюда как турист летом, да, на какое-то продолжительное время, я уже искала рекламу, съемки в короткометражных фильмах, но это очень интересно, я думаю, творческие люди, которые нас смотрят, они очень заряжены, амбициозные, и очень много творческих людей, артистов тоже, например, очень хотят проявиться, да, и для начала можно, да, студенческие работы искать, искать какие-то рекламы просто для знакомства, и это я начинала делать с 13-го года, я снялась там в рекламе онлайн-сайта знакомств в городе Асан, который как раз столица Дрентова, да, и тут недалеко, и другие всякие штуки, там, английский режиссер здесь находил ребят в свой короткий метр. А расскажи, пожалуйста, что тебя здесь до сих пор удивляет, что странно, к чему ты так и не можешь привыкнуть, есть ли что-то такое, что поражает? Знаете, когда живете вообще в другой стране, изначально очень много странностей, ну, например, когда голландская женщина беременная на велосипеде с огромными сумками, там, паркует этот велосипед и с этими же сумками в какой-то автобус заходит, как бы все сама на себе, ну, просто, например, голландская женщина славится тем, что она высокая, она мощная, в ней очень много, вот, как вот, и мужского какой-то гена, потому что голландцы, в принципе, вообще славятся и ростом, и вот этой своей спортивностью. Ну, они прям такие дамы. Да, плечистые, они бывают красивые, как модели, очень знаменитая красивая модель, есть не очень красивые, да, в зависимости, опять же, от города того же, да, там, как и в России тоже. В столице, в большие города, в Питер, в Москву едут те, кто чувствует потенциал какой-то и так далее. В маленьких городах, например, как наш Мэппл, у нас очень люди простые, очень спортивный, casual такой вот, да, европейский, не любят косметику, волосы развивает ветер, как бы, и в этой натуральности ты тоже понимаешь, что есть безумная красота. Немцы, кстати, вот я ездила на берлинский кинофестиваль, и мы с фотографом там разговаривались, они говорят, вы в России всегда любите вот этот вот лоск, чтобы там пылинки сдуть, и вот прям фэшн-профэшн. А вот в Европе ценят, наоборот, какую-то неказистость, что ли, какую-то вот, какая-то естественность, да, естественный свет. Даже те же, да, актерские хэдшоты, например, да, они делают совершенно по-другому, где реально видны черты лица, родинки там, да, и не замазывают их там зачастую, как делают это в России, вот эту ретушь. Ну, сейчас тоже наш кинорынок меняется, этот круто, да, тоже идут все к естественности, к настоящим стандартам, вот когда вот эта вся шелуха входит извне. Ну, если говорить про Голландию и вообще про мою профессию, я могу сказать, что как актриса я здесь достаточно так вот себя уже позиционирую, как очень ответственный человек, у которого очень много там актерских материалов. У меня целый такой кейс есть актерских материалов, каждый свежий год делаю я фотографии, у меня есть там видео и так далее, то есть это очень подкупает голландцев, которые очень такие, знаете, стихийные в этом плане, потому что голландцы не часто выбирают творческую профессию своей основной. Это близко как в Америке, если ты живешь в Лос-Анджелесе, ты там в течение одной части дня ты работаешь на заправке, в течение другой дня ты делаешь свою портфолио, там либо бежишь на кастинг. То есть там в Америке такая штука практикуется, потому что нужно платить налоги опять же, и ты не можешь не работать, чтобы платить. Страховку опять же, правда. В Голландии тоже нужно платить налоги, нужно платить за качество, за уровень жизни, и у меня, конечно же, есть в этом любимая работа, это работа с моими студентами и учениками, и я рада, что у меня есть вот этот пыл, этот заработок, и я это делаю с удовольствием, и это вообще как часть тоже всей моей объемной такой структуры деятельности. То есть я разделяю, да, на три направления, кино, музыка и преподавание моя школа, но это все равно все вместе, оно создает мое любимое дело. Я могу им страстно заниматься в выходные, в отпуски и так далее. Скажи, Даша, пожалуйста, вот такой, наверное, завершающий вопрос. Ты видишь свое будущее здесь? Если бы не было твоего молодого человека, твоего будущего супруга... Сложно уже разделять. То есть ты уже чувствуешь себя... И трудности, вот ты говорила трудности, а я все так, все прекрасно, опять радужно говорю, но есть трудности, потому что, если говорить про кино, индустрия кино в Голландии очень маленькая. Ну да. Очень маленькая. Это как в Питере вот этот линфильм, который еле-еле выживает, потому что есть Москва и Мосфильмы, все проекты там большие. Но есть цвет в конце тоннеля, есть надежда, есть тут очень много кинофестивалей, которые я тоже узнаю, знакомлюсь с режиссерами, и я больше ориентируюсь тоже на как бы на всю Европу, потому что расстояние маленькое. Почти бельки, франши. Я стараюсь шире смотреть, да, я в Лондон ездила на кинофестивали, и вот пандемия, новые правила диктует, в Роттердаме был кинофестиваль онлайн полностью. Я неделю не вылезала из зума, это тоже минус, потому что устаешь, но плюс, что ты можешь знакомиться из своего дома с людьми из всего мира, там все ребята были фильмейкеры из Америки и так далее. Что еще из минусов? То, что очень мало внимания уделяется, да, тоже там культуре, музыке, выделяется денег. Когда пандемия началась, всех артистов сразу посадили, и все, сидите дома, нет вам ничего. И мой продюсер, с которым я сотрудничаю, у него... Местный продюсер. Да, он голландец, у нас с ним контракт с начала 20-го года. У него случилась депрессия, именно из-за того, что если там парикмахеров, например, выпустили, и можно салоны открыть, то артисты не могут выступать, а он действующий музыкант группы Карамбом, они выступают в разных барах, ресторанах, и это для него постоянная заработа, как для российских артистов, музыкантов и так далее. Ты, в принципе, зарабатываешь со своих выступлений, как у меня тоже спектакли, как у меня постоянно выступления с группой там были, концерты, работы на праздниках. Там от правительства Москвы мы выступали очень много там на фестивалях, там делали спектакли открытые под открытым небом, да. И вот это все. А съемки, они тогда, когда проект запускается, и тогда у тебя есть тоже стабильная какая-то история, но кино это такая тогда приходящая-уходящая штука. И вот здесь такая же штука тоже, что весь интертеймент был закрыт в 20-м году. Все мюзиклы, вот этот стейдж-энтертеймент, о котором я говорила раньше, все закрылось. И все артисты, которые вообще театральные, мюзикловые, они остались без работы. И, конечно, мир покрылся здесь в полной депрессии, и все стали находить варианты только когда оправились от этого. Это очень тяжелое время. Я была очень рада, что мы в тот момент подписали контракт с моим продюсером, и что мы начали снимать клипы, там, не исходя из дома и сада. Вот здесь, буквально здесь я снимала первое свое такое хоум-видео, оно тоже выложено на YouTube, потому что мне хотелось начинать что-то новое, я почувствовала, что нет границ, надо что-то пробовать. Но это тоже сложно, потому что, опять же, просмотры, и мне тоже нужно адаптироваться в одно вариалии, искать вообще возможности, как найти баланс, что это возможно, и ресурс у тебя остается прежний, и ты не перегораешь. Потому что эта направленность абсолютно другая. Я была больше предрасположена к работе на сцене и в кадре, но когда я не сама устанавливаю камеру, то есть эти моменты я учусь тоже в том числе от тебя, когда мы сейчас с тобой общаемся, и от других встреч со своими продюсерами, например, моих курсов. В прошлом летом мы запускали мой первый курс, и я училась благодаря пандемии новым вообще навыкам и ответвлениям. И это тоже наше время, оно учит нас, и это тоже плюс, наверное. Спасибо тебе, Даша, большое за это интервью. Это очень вдохновляет, это очень интересно. Послушай твою историю, вдохновиться твоим примером. И я надеюсь, дорогие друзья, вам понравилось это видео. Если у вас будут вопросы к Даше, пожалуйста, заходите на те ссылки, которые я оставлю в описании, в комментарии. Если вам очень понравится это видео, то, быть может, мы еще одно сделаем. Конечно, мы будем рады побеседовать вновь. Но, конечно же, ставьте лайки, колокольчики, подписывайтесь. Потому что у Марины очень много интересных видео. Я сама смотрела тоже многие контент, которые она делает. Это же круто, когда вам человек рассказывает о немножко другой жизни. Можно подглядеть. Так что вот вы сегодня подглядывали за моей жизнью немножечко. Благодарю Давью и всем пока-пока. До встречи в новых видео. Пока, счастливо.